И давайте продолжать. Что мы выберем дальше? Давайте посмотрим. Есть кому-то, которая называется. Что это все? Просто игра. It's only a game. Итак, это только игра. Кнопка для начала. Подсказки. Давайте включим, выключим. Не знаю. Так. Скримеры. Ну давайте со скримерами попробуем. И давайте пока без подсказок. И застроение мы перезапустим, я думаю. Начнем. Давай пожаловать в мультигейм. Это место, где игры становятся реальностью. Мы подготовили очень особую икру только для вас. Приключение начинается прямо за этой дверью. И помните, все это только икра. Привет. Я Биби. Может быть мы не знали, но я ваш лучший друг. И я для вас сделал игру. Я спрятал в компьютере огромный лабиринт. И вы должны его найти. Ну, пойдемте найдем. Но это получится в реальной жизни. Вот. Пойдемте. И тебе хихи. Так. У нас есть кнопочки. Кнопочки, которые вращаются. Ладно. Допустим. Кнопочки, которые нажимаются. Угадай, что я вижу. Ну, это либо бельярный шар, либо какая-то мордашка удивленная. Окей. И какой-то кубик. Что с кубиком делать, пока не очень понятно. И что делать с этими кнопками, тоже пока не очень понятно. Ладно. В принципе, возможностей с чем взаимодействовать не так уж и много. Давайте подумаем. Как оно может быть связано. Так. Этот кубик с разными фигурами. И эта штука с поворотными точками. Так. Тут две камеры. Но пока не становится понятно, что от нас хотят. Какие-нибудь предположения. Возможно, стоило все-таки брать себе подсказки. Все-таки смотри, как-то так вот расставлен. Может так. Может, наоборот, все вот так. Или даже так. Или... Так. Нет. На что может набегать здесь две точки. И рожицу. Непонятно. Так. Похоже, сейчас придется перезапустить эту кому-то ножицу с подсказками. Потому что вначале нас ждет... Два пазла. И у меня пока нет ни малейшего варианта... Как делать. По две точки. Так. Нет. Если, допустим, так и так. Не знаю. Даже может все закрасить. Тоже нет. Этот вариант мы пробовали. Если провод негативный ему... Тоже не работает. Две сверху и две сбоку. Две сверху, две сбоку. Так. Так. Нет. К чему-то носится вот этот кубик. С ним взаимодействовать никак нельзя. У него есть шарики. Три шарика. Это нам даст... Ну, три шарика. Можно бы здесь сидеть, будет квадратик. Но что он нам даст? Вышли, что ты видишь квадратик. Так. Или может... Так. Нет. Так. Тоже нет. Не работает она. Хорошо. Попустим, у нас есть вот эта штука. Ту-дуньк. Штука с вращалками. В какую сторону надо повернуть? В общем, если ее повернуть, она издает звук. Вариантов, которые можно повернуть, это два в пятой. Это... Так. Шестнадцать два варианта. Это мы можем довольно долго перебирать. Не, в конце концов, все равно переберем. Но хотелось бы все же какую-то подсказку иметь. А как-то с подсказками тут сложно. Ладно. Давай тогда по пути. По пути. Просто так. И опросим все то же самое. Но уже с подсказками. Станет ли все лучше? Хорошо. Где-где-где-где-где? Не вижу. Во, нашел. Итак. Снова мы. Давайте включим подсказки. Погнали. Хорошо. Да, только игра. Я понял. Пойдемте. Решение, говорят. Ну, тут надо просто вот так вот сделать. Что-то в прошлый раз не загрузилось. О, говорят. Подсказка есть. Уже хорошо. Здесь решение есть. Ну, давайте начнем с штуки, где есть подсказка. Например. Здесь. Смотри. Сюда смотри. Смотрю. Итак, вот они встают. Что? Левая обракнула. Правая опустилась. Левая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Левая. Правая. Ага. Окей. Ладно. Значит, мы были недостаточно внимательны в прошлый раз. Бывает. Здесь. Ну, давайте начнем с самого простого. У нас есть одна грань с тремя сферами и квадратиком. Давайте посмотрим, с какой гранью она у нас граничит. Вот у нас эта грань. Она у нас граничит с треугольником. Вниз справа идет треугольник, потом палочка и кружочек. Давайте так и сделаем. Вот эта штука граничит у нас вот так вот. Треугольником. Треугольником. Палочка и кружочек. Отнесли. Теперь вот эта сфера. С тремя сферами. Вот справа от квадратика. Эта сфера с чем граничит? Давайте посмотрим. Значит, справа от квадратика. Она граничит с кружочком. Кружочек, квадратик, квадратик, палочка. Да? Да. Если по часовой стрелке идти. Убежали. Смотрим. Значит, ты у нас граничишь вот так. Отлично. Вот этот кружочек, квадратик, квадратик, палочка. С чем он граничит? Граничит он палочкой, да? Итак, смотрим. Ты вот палочкой граничишь с палочкой. Квадратик, два кружочка. Отлично. Палочка с палочкой. Тут все очень просто. Это делается вот так. Теперь палочка и два кружочка. Причем кружочек, который по часовой стрелке от палки. С чем он граничит? Итак, палочка и два кружочек. Кружочек, который по часовой стрелке от палочки. То есть вот этот кружочек, он граничит с квадратиком. Напротив которого палочка. Итак, он граничит с квадратиком. Так. И вот. Против часовой стрелки от этого квадратика будет кружочек, с чем он граничит. Итак. Против часовой стрелки от этого квадратика кружочек граничит с квадратиком, рядом с которым треугольник. Вот так. Хе-хе-хе, говорят. Ладно. У нас, тем не менее, есть один ключик. Пока еще непонятно, что здесь, но тут у нас решение, значит, где-то должна быть подсказка. Здесь, чтобы пройти, нужна ключ-карта. Хорошо. Есть ли варианты, что здесь тыкать? Давайте посмотрим, в прошлый раз мы здесь застряли, что нам предложат. Говорят, вот смотри. Вот сюда вот посмотри. Увидишь точечку. Окей, беру точечку. А, это кнопка. Кто что-то по счету кнопки-то? Владимир. Так. Мы нажали на кнопку. Что случилось? А, открылся сундучок. Так, может это... А, тут что-то тыкать не надо? Как-то странно. Как-то все очень странно, я вам скажу. Ну, ладно. Тем не менее, ты здесь не одинок, говорят. Допустим. 3, 4, 1. Математика. Давайте запишем. Желтый, синий, красный. Мало ли. Ну, привет. И тебе привет. Кто-то тут нет страшной звуки. Он уехал. Ну, ладно. Тем не менее, у нас появился и голубой ключик. Давайте его вставим. Хотя он по размерам намного меньше, чем требуется. Ну, ладно. Кто мы такие? Так, давайте посмотрим. Снова эта штука. Я не понимаю, что они тут имеют в виду. Ладно. Тебе нравится, говорит, математика. 4 плюс 5 равно 9. Ну, смотри. Зеленый. Зеленый это у нас желтый плюс синий. Это 7. Так, а где у нас указатель? А, чуть ниже. Только чуть выше. Оранжевый. Оранжевый это желтый плюс красный. Это 3 плюс 1. Это 4. Так, и фиолетовый это синий и красный. И 4 плюс 1 это 5. Никако мы получили ключ-карту. И в каких-то пятнах. Ну, ладно. Периодики. Пошли, побежим назад. И воспользуемся ключ-карты, наверное, вот здесь. Открыть, пожалуйста. Спасибо. Что это у вас все-таки язык в гляши? Какая-то жидкость. У-у-у. Так, у нас есть монтировочка. Давайте-ка мы. Оп. Она. Что-то у вас тут звуки страшные издаются. О-у-у. А. Ага. Окей. Так, между прочим, второй синий ключик. Посмотрим. Вот у нас сеточка. Мы видим, что здесь. Вот это вот черно помечено. Так, там наверху у нас надо брать центр и левый низ. Давайте побежим туда. И мы возьмем центр и левый низ. Давайте вот так же на будущее перерисуем. Значит, в левом нижнем углу у нас будет просто центр. А в правом нижнем углу у нас будет уголок у центра. И над уголком небольшая палочка. Так. Окей. Матировку нам не дают забрать, но у нас есть маленький ключик. Пошли. Ставим его. Пока вроде не особо страшно. Отлично, дверька тут открылась. Какие-то страшные звуки у нас здесь есть. Центр. Так, где-то еще была такая штука. Где-то еще была, да. Давайте пробежимся. Вот. Вторая штука. И здесь у нас, значит, правый низ. И палка наверху. Вроде все нажали. Давайте побежим. Посмотрим. Окей. Окей. Вроде все правильно сделали, да? Контрольная панель, которая не достается. Может, меня уже просто по поводу передвинули. Давайте проверим, что мы сделали все правильно. Или нет. Где у нас? Эта штука была... О, тут темно и ничего не видно. Там, здесь какой-то плюсик. А-а-а. Ты можешь сказать, что я их неправильно расставил? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не может быть. Нет, ну я, конечно, мог их неправильно расставить, но... Ну, фу-то где-то. Так, давайте еще раз побежим. На нашей головоломке. Вот, я так как расставил? Я расставил по символам, которые здесь. Вот, вроде все расставлено правильно. А, нет, не все. У нас здесь-то у нас по-другому. Здесь левый низ и правый низ, а не центр. И правый верх. Поэтому давайте мы сейчас там, где мы поставили центр, немножко исправим ситуацию. Поэтому у нас надо найти левый нижний угол. Не то. Мне кажется, он был где-то здесь. Да. Вот так же. Да. Все. Сва, открой. Нет. Что-то не так. Все равно что-то не работает. Мы идем посмотрим еще. И проверим все. Значит, сам. Левый вверх. Подожди. А если нам надо наоборот? Если вот черным светится то, что у нас здесь не светится. То есть, если нам в этом случае надо зеркально отобразить. О. Создает лампочка. И лампочка это показатель. Давайте сейчас пробежимся по всем и инвентируем. Инвертируем. Все, что мы тут нажимали до этого. Подожди, а это вот не инвертируется. Почему? Она хочет сказать, что мы неправильно нажимаем. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай-ка мы правой вверх посмотрим. Посмотрим правой вверх. Да вот вроде все правильно. Все, кроме центрального и левого низа. Должно быть. Почему она не забирается? Здесь вот лампочка зажглась. Ну-ка, если я что-то испорчу. Лампочка все равно горюк. Ладно. Давайте все равно инвертируем все. И посмотрим, что нам это даст. Бежим, значит, по правой руке. Добегаем до сюда. Инвертируем тебя. А говорят, а нет. Смотри-ка, лампочка-то не загорается. Интересно, а почему? Здесь вот это черное было. Почему так? Ну, сейчас вернемся и подумаем, почему левый низ у нас вот такая загорючка. Нет, правый низ. Подожди, а почему? Стоп, стоп. Стоп. Почему это вдруг у нас правый низ? Вот и вроде указывает, если по стеночкам, что это левый низ. Странно. Давайте пойдем и посмотрим правый низ. У нас появилось, получилось что-то. Ну, это правый низ, но он почему-то повернут. Почему он повернут? А, ружица должна смотреть наверх. А, я понял, как это работает. Итак, сперва мы ружицу разворачиваем наверх и получаем, что это у нас правый верх. Кто помнит, как у нас выглядит правый верх, у нас выглядит, по-моему, все закрашено. Кроме тебя и тебя. Да. И теперь давайте вернемся в самое начало. Посмотрим здесь, если мы ружицы перевернем, то это у нас левый низ. А левый низ, это у нас... Вот так. Все вроде. Или не все. Давайте проверим. Нам сюда. Да. Проход открылся. Конец. Спасибо за игру. Продолжение следует. Тебе спасибо. Без Кримера было бы, конечно, лучше, но... Окей. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...